Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. На завершение полномочий работы депутатов Самарской губернской думы почти еще год. Уже осенью 2016 года должен быть избран новый состав. В связи с этим для многих депутатов оценка их деятельности становится результатом работы за весь созыв. В каких проблемах в основном приходится разбираться депутатам? Какие из поставленных задач решены? Что дальше? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит Сергей Евгеньевич Иванов, депутат Самарской губернской думы, региональный координатор проекта «Народный контроль» политической партии «Единая Россия». Здравствуйте, Сергей Евгеньевич! Добрый день! Ну что же, прежде чем начать разговор с моим сегодняшним гостем, я предлагаю посмотреть его визитную карточку. Внимание! Иванов Сергей Евгеньевич родился 28 сентября 1959 года в городе Куйбышеве. Окончил школу номер 152, поступил в Куйбышевский государственный педагогический институт на физико-математический факультет. После института пошел работать учителем математики в школу 72 Кировского района. Служба в армии. После армии вернулся в школу и затем стал заместителем директора по учебно-воспитательной работе этой же школы. С 2004 по 2009 год директор школы номер 47. 11 марта 2007 года избран депутатом Самарской губернской думы 4 созыва по Кировскому избирательному округу номер 5. 4 декабря 2011 года повторно избран депутатом Самарской губернской думы 5 созыва по Кировскому избирательному округу. Иванов Сергей Евгеньевич является заместителем председателя комитета по промышленности, связи и торговле, председателем общественной комиссии по вопросам инновационной политики, членом комитета по культуре, спорту и молодежной политике, председателем общественной комиссии по вопросам культуры, заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе, региональный координатор проекта «Народный контроль», «Единая Россия», член Президиума, профсоюзов работников образования и науки Самарской области, член коллегии Департамента образования и администрации города Самара, член Консультационного общественного совета по вопросам образования при главе городского округа Самара, женат, взрослый сын, два внука. Сергей Евгеньевич, ну если можно сейчас уже говорить об итогах, я предлагаю это сделать. Вы работаете в Самарской губернской думе два созыва, достаточно большой период, согласитесь. Так вот, что же удалось сделать? Знаете, Елена, мне удалось довольно много сделать в Самарской губернской думе как депутату, как депутату от Кировского избирательного округа. И мне за свою работу перед своими избирателями не стыдно. Я могу открыто смотреть каждому из них в глаза и говорить о своей работе. Ну, я думаю, что хвалиться этой работой, мне это не очень нравится, а отчитаться о работе, это действительно очень полезно и значимо. Нужно отметить о том, что депутат, народный депутат, который вы избрали там голосованием, да, он каждый раз приходит на встречу с депутатами. Есть наказы очень много, пожелания, и вот их реализация необходима. Простой такой вот пример, что вот сделано. Большая проблема стояла о том, что в Дубовой роще около Колизея решили там строить торговый центр. И территорию продали. Решили там все, его жители против этого. В смутные времена, в тяжелые времена, во время войны был рядом частный сектор. Эти дубы никто не трогал, даже на дрова их не пилили. А здесь вдруг мы их снесем, пройдем. Плюс там летом очень много ребятишек гуляют, мамы, отдыхают. Рядом церковь красавицы. Ну, экология, опять же. Экология. Это один из немногих таких участков чистого воздуха. И мы здесь построим торговое. Жители просто были возмущены, вплоть до того, что перекроем дорогу. Здесь были круглосуточные дежурства. Поднимали. На протяжении нескольких лет велась такая борьба. Там и строили забор уже подрядчики. И уже чуть ли не конталован начинали рыть. Но жильцы мы вместе отстояли это. Я выходил и на уровне правительства, и на уровне глав города, которые были и сейчас, и до этого. И отрадно то, что нынешний глава Олег Борисович Фурсов, когда был назначен, один из первых визитов приехал, посмотрел на это и сказал, говорит, здесь должна быть зеленая зона. Так хотят жители. И недавно, буквально мы последний раз на Масленице проводили там большой праздник. Все жильцы 14-го и ближайших микрорайонов пришли, и там мы радовались, ели блины, смотрели концерты. И было великолепно. Это как раз лишнее подтверждение того, что вот наказ избирателей, он реализован. Это вот маленький такой пример работы. Не маленький пример. Пример действительно огромный и показательный ваша работа, Сергей Евгеньевич. Ну вот непростая сегодня ситуация в экономической отрасли, в стране, в бизнесе. Вы проводили контроль над ростом цен на товар первой необходимости, также за соблюдением антиалкогольного законодательства. Какие результаты можете сообщить? В 2009 году началась реализация партийного проекта «Народный контроль». Партия «Единая Россия» инициировала. Тогда это было инициировано, если помнить, резкий рост цен на гречку. На гречку. Там прямо она моментально поднялась. И тогда почему, как стали выяснять. И подняли партийцев, подняли депутатов. И совместно стали ходить, почему поднимают эту цену. И в то время тогда сумели остановить, организовали тогда, в частности, в наш Самарский регион. Правительство договорилось тогда с Алтайским краем оттуда. И довольно быстро привезли гречку. Ну, цену как бы вот ее остановили. После этого первый этап гречка была. Потом дальше другие яйца, товары необходимые. В том числе по алкоголю, по контролю за алкоголем. Конечно, это отдельная такая программа. Здесь очень много мы работали, чтобы не продавали подросткам. Не продавали его в неустановленное время. Конечно, мы не все это искоренили. Достаточно еще много. Но, тем не менее, мы всколыхнули эту атмосферу. Они работают. И отрадно то, что молодежь поддержала это. Молодежные движения, профсоюзных лидеров, трезвые решения. Они не только стали ходить по торговым точкам. Они где-то на грани фола работали. Подсылали одного своего молодого человека, которому еще не исполнилось 18 лет. И провоцировали. И если ему продавали, они тут же выходили, фотографировали, составляли акты. Отправляли его в соответствующие органы, в милицию, в полицию. Почему они продали. Но это было сделано для того, после этого стали бояться продавать просто так вот эти... Да до смешного доходилось, Сергей Евгеньевич. Спрашивали возраста. Ну, буквально там у пожилых людей. Покажите паспорт. Лишний раз спросить в этом плане. Но ситуация, это более-менее ее выровняли в этом отношении и сделали. Я со своей стороны хочу добавить, что я помню как раз вот это время, когда началась борьба, с улиц нашего города исчезли очень много пивных киосков. Отдельное спасибо. Это действительно провелась работа очень колоссальная. Вот в продолжении как раз беседы расскажите, с какой целью ежемесячно проводятся рейды по торговым точкам. Опять же, каких результатов удалось достичь? Рейды проходят постоянно. И не только вот партия наша «Единая Россия» проводит рейды, проводят другие организации. Вчера был, вернее, 15-го числа был праздник так называемый Международный день защиты прав потребителей. И мы тоже были в рейде, смотрели еще что-то. И смотрели ведь не только товары, но и качество товаров, свежесть товаров еще смотрели. И, скажем, в одну из наших торговых сетей введена должность, так называемый, директор по свежести. Она отвечает конкретно за срок реализации. Почему такого качества? Где еще? В любой магазин приходишь в торговые сети, если может так. Что-то просрочено? Где директор по свежести? Они контролируют. Это очень много дает этот результат. И тут же заменять. Очень важный фактор по народному контролю, рейдам по торговым точкам, это поддержка товаров местных производителей. Именно наши продукты, чтобы имели необходимый доступ. Еще что-то такое. Сейчас во многих торговых сетях стоит ежелучок. Самарский продукт. Самарский продукт. Товары, проведенные здесь. И в этой связи есть у нас акция, она так и называется, «Выбирай самарскую». И она в течение всего года идет, ну, как бы подводится итог у нее, она ко дню города идет, выбирай самарскую. И не только по нашей Самаре, а по всей области проходит она. В Сызрине, скажем, там рекламирует помидоры, в Красном, Еру Красноярское молоко, в Пестравке, там Пестравском. Но это уже стали бренды общеобластные такие, российские даже, можно сказать. Но вот выбирай самарскую, она пользуется большим успехом этой акции. И покупатели приходят, видят самарскую, и они больше отдают доверие. И, как говорят, да лучше мы своих производителей поддержим. Конечно, это очень немаловажно. Ну вот, кстати, Сергей Евгеньевич, я прошу обратить внимание уважаемых телезрителей. Периодически на ваших экранах появляются телефоны приемной депутата Иванова. Сергей Евгеньевич, ну вот скажите, вы работаете в этих направлениях, которых мы сейчас озвучили. Если вдруг жители обнаружили, ну вот в Кировском районе, за который вы отвечаете, который вы курируете, можно ли позвонить по этим телефонам? И вообще, как вы проводите встречи со своими избирателями? Я знаю, вот сегодня у вас будет очень важная встреча. Расскажите об этом. Еженедельно на Ташкентской 139 работает моя общественная приемная. Телефон 927 07 66. Я там принимаюсь с 3 до 6 еженедельно прием там проходят. Поэтому я там обязательно бываю, бывают мои помощники принимают. Можно по телефону принести. Также вот в Думу каждый день можно по телефону сообщить. 340 56 27 о каких-то... Либо нарушения. Да, 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 либо нарушения. Прислать все, посмотреть. На сайте Самарской губернской думы можно послать. Поэтому это мы принимаем. Также еще я еженедельно, вернее, ежемесячно мы проводим совместный прием с юристами Самарской губернской думы. Выезжает большая группа юристов и по любым вопросам они консультируются. Как правильно писать заявление в суд? Как правильно там оформить наследство? Какие-то еще вопросы по пенсионному законодательству, по жилищному законодательству делают о разъяснении. Юридический ликбез проводится в населении. Да, да, да. И не просто это мы его стараемся по всему Кировскому району вести. Сегодня мы провели, скажем, там в своей приемной. Следующий месяц мы выезжаем в подростковый клуб. То мы в школе проводим еще все. Объявление это, где мы будем принимать, оно появляется в социальной газете. Мы даем объявление. Здесь вот мы работаем в этой машине. То есть мы идем к народу ближе. И, ну, каждое такое вот где-то порядка 15-20 обращений граждан бывает. Хочу отметить, что вот за второй созыв у меня там порядка 10 тысяч обращений граждан было сделано. И мы там большинство из них, мы их отрабатываем. Спасибо вам большое. Ну, продолжим наш разговор. Про систему образования предлагаю поговорить, в которой вы работаете не один десяток лет. И знаете, Сергей Евгеньевич, все проблемы не понаслышке, конечно, поэтому и ставить особый контроль на вопросы, связанные с качеством питания детей в городских, пришкольных, загородных лагерях, школах и детских садах. Расскажите об этом. Здесь очень мне помогло, вот контроль за организацией школьного питания, то, что по линии проекта «Народный контроль» тоже такое направление, оно есть. И здесь и мое переживание как учителя, как директора школы, и здесь партийная составляющая тоже была. Мы тоже постоянно приходим, смотрим, как идет, осуществляется, из каких продуктов оно приходит. Не так давно приехал в одну из образовательных организаций, а там на завтрак... Без предупреждения, я надеюсь. Да, без предупреждения зашел, посмотрел. Я в любую школу захожу или в садик, иду сразу посмотреть, как там питание организовано. А это после первого урока. Идут первоклассники, да. А им на завтрак дают селедочку, картошечку, там еще что-то. Я говорю, а где каша? Я говорю, почему селедка-то? Ну, как же, я говорю, тут, извиняюсь, может быть, еще вы им что-нибудь предлагаете? Там все-таки есть какая-то цикличная. Да знаете, вот у нас что-то вот тут вот меню такое было. Я говорю, нет, нужно... Тут же моментально я связался с руководством столовой, сняли питание. Извините, небольшое недоразумение было. Но в этой связи очень много должно зависеть. Не только вот ждать, когда там я приду, или какие-то другие контролеры придут. В каждой образовательной организации, в школе есть бракеражная комиссия, которая утверждает это меню. Есть родители, которые должны прийти и посмотреть. Вот он привел ребенка. Комиссию там поставить, на поток сказать. А что у нас сегодня будут дети на завтрак есть? Давайте мы посмотрим у вас, какие продукты привели, качество этих продуктов. То есть родители тоже имеют право это сделать? Они просто имеют, они должны, должны ходить. Есть родительский комитет общешкольный, который должен смотреть. Хочу сказать, что эта комиссия очень плодотворная работа. И во многих образовательных организациях они качественно работают, хорошо работают. И сложности здесь нет больших. На первом этапе недопонимание. А потом начинают конец. Сергей Евгеньевич, ну вот очень много информации в интернете. Последнее время у меня дети тоже ходят в садик. Я наталкиваюсь на эту информацию постоянно, что дети в детских садах не доедают. Приходят домой голодные. Вот что можете об этом сообщить? Лично я вас спрашиваю. Ну, что можно, не доедают, да? Здесь несколько моментов есть. Помните знаменитый фильм «Джентльмены удачи», да? Взяли в руки космические ложки, мы с вами отправляемся куда-то, да? А перед полетом нужно подкрепиться. Это один момент, да. Но здесь нужно еще и посмотреть качество. Какие продукты были, что там было сделано, да? И с воспитателями проговорить, что, может быть, они там побегали перед тем, как идти на обед, на завтрак. То есть частные ситуации в каждом образовательном учреждении. Ну, и, конечно, нельзя не отметать такой вариант о том, что вот само качество продуктов, из каких продуктов, кто готовит, что сделано там еще. Здесь нужно смотреть. Я еще раз хочу напомнить, чтобы родительская общественность очень внимательно и тщательно смотрела за питанием еще. И какие продукты. Ну, и в большей степени, конечно, настаивали на том, чтобы были наши местные продукты. Молоко наше, самарское, чтобы оно было. Чтобы картошка, чтобы наша, самарское было. Ну, и другие продукты наши были. Спасибо. Ну, что же, а с какими вопросами чаще всего обращаются к вам жители Кировского района? Какие пути решения вы видите, предлагаете? Давайте поговорим о работе, вашей работе в округе. В округе на прием приходят граждане. Ну, больше половины вопросов, конечно, это жилищно-коммунальное хозяйство. Это ремонт подъездов, ремонт домов, ремонт кровель. Это управляющие компании, которые не всегда должным образом, качественно и в срок выполняют свои обязательства. Но есть еще и такие вопросы. Обратились ко мне жители, говорят, вот у нас во дворе дерево, сухостой, нужно его спилить. Ну, хорошо, я там где-то свой ресурс подключил, договорился с управляющей компанией, дали, спилили. На следующий день прихожу, а ветки валяются. И говорят, ну, вы же, ну, вот вы спилили, вы их уберите. Я говорю, ну, давайте, может быть, мы вместе уберем. Я тут же раздел, снял пиджак, пошел носить. Несколько бабушек подошли. А некоторые мужчины так и стояли, так и стояли еще. Потом, когда мы убрали, я видел тот мужчину, который стоял, он на это место поставил машину. Говорит, вот, видишь, убрали, я тут машину свою поставил. Но мы же должны сами наводить порядок в своем доме. За нас это никто не сделает. Мы сами должны. Поэтому здесь нужно какие-то моменты организационные брать. Давайте подъезд свой уберем, давайте здесь делаем. Есть такое понятие, оно называется общественная система воспитания. Каждый мы через это прошли, да. И если вы, проходя мимо, увидите, что подросток, скажем, там, 5-7 лет будет курить, вы будете на это спокойно смотреть? Нет. Вы обязательно сделаете ему замечание, что-то... Ну, как минимум. Да, 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 да. Так что здесь понятно, что если будет этот подросток 14 лет, то здесь уже многие подумают. Он в ответ ведь может что-то сказать, там, еще какие-то моменты. Но общественное воспитание должно быть на всех этапах, в том числе и совместный труд. И если в нашем подъезде нагадили, я не думаю, что это кто-то там сделал. Я думаю, что это здесь нужно со самим жильцам собраться, поговорить об этом, ну, и постараться решить эту проблему совместными усилиями. Мы с вами медленно, верно подошли к разговору о молодежи. Вот какую работу вы с ней проводите? И вообще, какова ваша позиция по развитию молодежного движения в Самаре? Вот какие они юные самарцы сегодня? Ну, я ведь уверена, не все курят и не все ругаются. Молодежь у нас хорошая. Замечательная. Замечательная. Она не такая, как мы. Она другая. И эта прелесть еще. Она другая. Вот самое главное, она другая. Если мы вспомним свою. Я когда-то носил длинные волосы и брюки, клеши у меня были. Прошло это, мы изменились и сейчас. Пусть у них зауженные брюки. И, может быть, прическа не такая. Другая. Но они также хотят жить хорошо, красиво и интересно еще. И быть активными и полезными еще. В этой связи для молодежи, ну, скажем, для уровня школьников, мы в Самарской губернатской думе совместно с департаментами образования разработали положение о школьном парламенте. В каждой школе выбирает свой парламент. Где там, может быть, это президент, председатель, школьное самоуправление, развитие школьного самоуправления. Такое самоуправление и в техникумах, в высших учебных заведениях, там, наверное, студенческие комитеты, студенческие советы. А это в школе есть. Это вот одна из форм работы, взаимодействия. Очень большое значение для молодежи, для студенческой молодежи. Это профсоюзная организация, которая в этом направлении очень много работает. И различные интересы для молодежи должны быть. Это и спортивные клубы, это и театральные студии, подростковые клубы по месту жительства, они есть еще. Спортивные площадки, ремонт детских площадок. Все это волнует депутата Иванова, как я погляжу. Меня это очень волнует. Вот и я рад, скажем, вот у меня там в 14 микрорайоне колду построили, они хоккейную площадку. Дети, взрослые, сами никого не ждут. Эту площадку чистят. Добились и я им помогал, и другие власти им помогали, освещение сделали. А у них там, это одна из лучших хоккейных площадок, которые есть. Они не ждут, когда там выходят и быстро ее почистили. Чуть-чуть снег пошел, они ее очищают, и там, ну, круглые сутки, там много людей. А на другую в другую приедешь площадку, там почему-то это они не делают. Ждут, когда это будет. Значит, нужно организовать. В этой связи тут, ну, должно быть и довольно много тренеров по месту жительства, организаторов массового спорта, досуга по месту жительства. Это вот, которые у нас есть, подростковые клубы, которые должны выходить и работать. У меня в одном из подростковых клубов очень плодотворно работает там совет ветеранов, что ли. Они приходят там раз в месяц, встречаются, поют там, кто блины принесет, кто еще что-то. Это проблема общения самая тяжелая. Около подъезда тяжело, холодно сидеть, а куда пойти бабушкам? Вот есть у меня подростковый клуб, куда они приходят, там и общаются. Положительно, очень приятно. Да, раз в месяц, но они могут там пообщаться, поговорить, рассказать, какие видны урожаи. Лет начнется, уедут на дачу, там около подъезда может общаться, а сейчас-то зимой будет. Сергей Евгеньевич, вот мы с вами поговорили о спорте, я хочу вам личный вопрос задать. А ваше отношение к спорту каково? Вот вы лично что любите, хоккей, футбол? Я в детстве зимой играл в хоккей, даже был в свое время чемпионом города по хоккею с мячом. А летом играл в футбол, и там даже имею разряд, третий взрослый разряд по футболу, играл там все на клубе «Заря». Поэтому сейчас я в большей степени болею за крылья Советов и ездил вот на игру с Ростовом, в Саранск даже смотрел, планирую, может быть, даже получится и в эти выходные съездить на игру. Поддержать нашу команду, да? Да, поддержать нашу команду в Саранск в игре с «Зенитом». Он здесь еще. Спорт – это много, я очень много с внуками на лыжах хожу. У меня внук так замечательный сейчас, вот ему 8 лет, но он на лыжах уже начал ходить, бежит, хотя, понимаете, в школе, где он учится, нет лыжной подготовки. Он мне говорит, а почему? Говорит, нет, ты можешь сказать директору, чтобы там было... Они знают, что дедушка депутат, да? Они знают, ну, зачем я буду говорить директору, есть учебный план, который там они выполняют, там нет возможности, территории может быть нет, а не каждая школа это может быть. Но ему нравится лыжная подготовка. Поэтому здесь и... И ваше отношение к спорту соответствующее. Я до сих пор играю в футбол. Сергей Евгеньевич, ваша законотворческая деятельность достаточно активна, и по сравнению с другими депутатами, опять же, с какими инициативами выступали вы, и самое главное, что удалось принять на государственном уровне, вот закон образования Самарской области, опять же, и не только он. Расскажите об этом подробнее. Еще более 10 лет назад в Самарской области хотели принять закон об образовании в Самарской области, но он так по разным причинам и не принимался. И когда я в первые САЗы в седьмом году пришел, то одно у меня было как раз принятие этого закона. Мы очень много начинали делать. Но здесь подошел такой момент, то, что закон об образовании Российской Федерации, старый, который еще при Ельцем был принят, он уже как бы стал не совсем актуальным, он и сжил. И мы стали работать над новым законом. И вот над новым законом Российской Федерации об образовании мы очень много поработали. Нужно отметить такой момент о том, что общественная комиссия по вопросам образования при Самарской губернерской думе, одна первая инициировала, что в том законе не было такой главы, скажем, развития системы дополнительного образования. Просто не было дополнительного образования. И наши директора школ, учреждения дополнительного вышли с инициативой. Мы вместе ездили в Государственную думу, отстаивали эти, и появилась глава именно дополнительного образования. Сейчас вот мы работаем, тут одно такое. И дальше уже, когда уже закон изменили, то здесь довольно уже было проще и быстрее был принят наш самарский закон об образовании. Еще немаловажный фактор о том, что вот инициатива, это была инициатива с местом, мы ее добились, решили еще. Выпускников средне-специальных учебных заведений, техникумов, да, многим не давали закончить техникум, забирали в армию парней. Там до отсрочку давали до 20 лет, а многие еще не успевали, им 20 лет исполнилось, а через 2-3 месяца там защиты диплома получать нет. Их забирали в армию. Мы вышли с инициативой. И внесли изменения, и теперь есть строка, она, правда, вступит с 2018 года, но, тем не менее, это есть. О том, чтобы и изменения произошли, пока не закончишь техникум, тебя не призывают в армию. Но нужно отметить о том, что военные комиссариаты, как и областной, и по районам, которые у нас есть, они с пониманием идут к этому вопросу. И если есть какая-то возможность, то они не отсрочку дают, а, скажем, дают ему, чтобы он успел дать. Пишут письмо, может быть, он пораньше сдаст, чтобы получить образование, получить диплом и потом его призывать. Вот такое взаимодействие установлено. Это вот такие основные. Плюс еще немаловажный закон, закон о статусе молодого специалиста в Самарской области. Это такой эпохальный закон для нашего региона, где будут поддерживать, где поддерживаются и специалисты технической направленности для наших предприятий. И сейчас мы, чтобы в этот закон ввести и молодых педагогов, молодых работников культуры, молодых спортсменов, там врачей еще, вот в этот закон, статус молодого специалиста, мы сейчас пытаемся их ввести туда. Что же, наша программа подходит к концу. Мы с вами сегодня поговорили об итогах. Я хочу сказать, что они очень значимы, значительны. Сергей Евгеньевич, я не могу не задать вам логического вопроса. Будете ли вы участвовать в выборах в 2016 году? В выборах 2016 года участвовать, скорее всего, необходимо, нужно. Но, как сказал наш лидер партии, о том, что праймерис должен определить, кто будет уже на выборах идти. Так что 22 мая будет у нас праймерис, и партия решит, кто из нас будет, пока я принимаю решение. Там еще есть, скажем, внутрипартийные конкуренты, которые пойдут. И вот после этого, тогда уже, после 22 мая партия решит, кто из нас более значим, кто важен. И тогда мы будем определяться. Спасибо. Ну и в конце программы, но по традиции. Короткий вопрос, короткий ответ. Что лично вас волнует сегодня? На данный момент, меня сейчас волнует, это взаимодействие всех ветвей власти, которые у нас и законодательны, и исполнительны, городского, областного, и, самое главное, сейчас районного уровня. Районных депутатов много, у них большое желание, но нет там ресурсов каких-то, административных ресурсов, нет там финансовых ресурсов. Вот именно взаимодействие разных уровней и ветвей власти. Как проводите досуг? Я очень много занимаюсь спортом. Хожу в спортзал, хожу в футбол играю, с внуками играю, на лыжах занимаюсь. Езжу на рыбалку, на зимнюю рыбалку, вот не так давно увлекся этим. На охоту хожу, в театр, стараюсь посетить все премьеры. Последние что смотрели? Последние, Айда Балда, в театре, в оперном театре, вот эту музыкальную оперу, замечательный музыкальный спектакль. Рекомендуете? Именно с детьми пойти туда посмотреть. И сейчас очень переживаю за спектакль Татьяна Татьяна, Новокубежский театр, который сейчас на премию «Золотая маска» выставлен. Я очень переживаю, чтобы наш театр там выглядел достойно. Обязательно взял максимальное количество наград. Ну что же, минуту до конца нашего с вами разговора. Я, конечно же, хочу предоставить вам заключительное слово, что бы вы хотели сказать себе, своим коллегам, ну и, конечно же, вашим избирателям, пожалуйста. Уважаемые жители Самары, жители нашей славной Самарской губернской, я желаю вам, прежде всего, добра, успехов, здоровья и уверенности, что мы вместе можем сделать очень много. А знаете, дай Бог лжецам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике, дай Бог живым узреть Христа, пусть не в мужском, так в женском лике, дай Бог всего-всего и сразу всем, чтобы не обидно, дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. У меня нет слов. Спасибо вам за интересный эфир. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok